Действия этой сказки разворачиваются в далёком будущем, а именно в 2048 году. Именно в это время жители всей Земли, всех материков и тех городов, которые расположены на просторах океанов в виде огромных обручей, на которых поселяются люди. К сожалению, жителей Земли осталось не так много, как хотелось бы, но тем не менее народы нашли общий язык и всё же примирились. И произошло полное разоружение всех жителей Земли, и всякое стрелковое, оборонительное, атакующее оружие было уничтожено. Были установлены специальные модули искусственного интеллекта, которые контролировали любое распространение оружия, стрелкового, взрывного и различных подвидов вооружений. Также искусственный интеллект пресекал любое насилие, помимо производства вооружения. Так люди и жили в мире недостатке. И к 2048 году достигла цивилизация небывалых высот. Научились такие люди делать космические корабли, которые погружаются в специальный состав, позволяющий перемещаться со скоростью света. Этот состав назвали активной эктоплазмой. Разработан этот состав был коллективным отделом учёных из разных стран. И держался этот состав какое-то время в секрете, но после того, как он был после примирения всех стран рассекречен, все космические корабли разных стран могли пользоваться этим составом. И благодаря сверхмощным межпространственным двигателям и составу активной эктоплазмы могли перемещаться на различные планеты и посещать другие миры. Людьми было установлено несколько контактов с формами жизни, проживающих на разных планетах существ, но эти формы жизни были неразумны. И богатые люди со всей Земли покупали маленькие одноместные, двухместные, трёхместные, пятиместные космические корабли и отправлялись на путешествие по галактике. Из одной галактики в другую перемещаться было так же легко, как проехать на собственной машине в 2022 году от одной улицы до другой. И вот эта история повествует о том, как один из людей, которого звали Максим Елагин, купил долгожданный космический корабль двухместный с очень мощным гипердвигательным межпространственным. Также были двигатели так называемые подпространственные, которые перемещались в сотую долю секунды и преодолевали миллионы километров. Но под межпространственный двигатель не мог обладать такой скоростью, но тем не менее он перемещался со скоростью света, поэтому можно было легко перемещаться на разные планеты. И этот самый житель, который приобрел двухместный космический корабль, погрузил всё нужное в этот корабль. Система жизнеобеспечения была рассчитана на три года, и он собрал деньги и решил попутешествовать в течение полутора месяцев. Он взял отпуск, а также взял на работе, где он находился за свой счет две недели, получается полтора месяца он мог свободно путешествовать, и потом прилететь уже на родную планету, которая называлась Земля. Выбрал он сектор, в котором никогда не были люди, и ему понравилась планета, которую он всё время рассматривал в мощнейший телескоп, который в миллионы раз увеличивал изображения благодаря активным сублинзам, которые могли увеличивать объекты, находящиеся в триллионах километров от Земли. И именно такой проектор был у этого человека, такой телескоп, который помог рассмотреть желаемую планету, на которой хотел побывать этот человек. Она была вся, практически полностью усеяна растительностью. Человек незамедлительно через мощный сверхтехнологичный телескоп оценил атмосферу этой планеты. Она была схожа с земной атмосферой. Также он уловил, благодаря этому высокоинтеллектуальному телескопу, на который был установлен искусственный интеллект, который назывался Polar 3. Это один из самых сверхсовременных телескопов, который стоил как квартира в центре города, где проживал человек. Но человек квартиру не покупал умышленно. Он снимал квартиру и покупал различные устройства, космические корабли, потому что он всегда мечтал путешествовать на другие планеты. Именно в этот раз человек оценил планету, схожую с земной жизнью. На эту планету нужно было лететь как раз две недели. И человек прикинул, что две недели туда, две недели обратно. Примерно около полутора недель можно погулять по планете. Он купил специальный скафандр, который защитил бы его от различных вредоносных факторов. Скафандр был покрыт так называемой кевларово-кольдунитовой сетью, которая защищала организм человека, находящийся внутри от механических повреждений, поддерживала его жизнь. И в этом костюме можно было находиться более суток без кислорода в открытом космосе. Тончайшая оболочка и наноботы вырабатывали нужное количество кислорода благодаря различным элементам питания, установленным и скрытым под броневыми пластинами костюма. Костюм весил всего лишь 400 грамм. Он был не тяжелый, и его мог носить, в принципе, даже ребенок. Размер автоматически подгонялся под тело владельца. Человек очень долго наблюдал за этой планетой, и наконец он отправился в путешествие. Пока летел две недели, человек общался со своим маленьким комнатным деревом, которое в высоту составляло 3,5 см. Оно находилось в земле, пропитанное специальными удобрениями, и могло находиться там не один десяток лет без полива и без доступа кислорода, потому что активное поле вокруг этого горшка с цветками, которое давали специальные микроскопические роботы, обеспечивалось кислородом и всеми нужными веществами, и поэтому человек наслаждался видом этого дерева. Также он просматривал различные видеоматериалы, установленные на его переносное визорное устройство, и во время путешествия ему не было скучно. Он, так как был одинок, общался с деревом, общался с искусственным интеллектом, и он представлял, что дерево это его настоящий живой друг. Человек был замкнутый и необщительный, поэтому жил в квартире один. Квартира была не очень большая, но у человека, в принципе, всё устраивало. Наконец он приблизился к планете, вышел на её орбиту, и аккуратно посадил корабль на одну из зелёных полян. Природа этой планеты полностью практически соответствовала природе планета Земля. Полностью соответствовала природе планета Земля, и когда корабль коснулся поверхности, человек высадился, сразу же ещё раз просканировал окружающий воздух. Да, действительно, он полностью совпадал с земным, но в отличие от планеты Земля, этот воздух практически не был загрязнён. Он был предельно чистым, и никаких токсичных соединений в воздухе не было. Индекс качества воздуха составлял 99% из 100, и 1% искусственный интеллект давал на погрешность загрязнения воздуха, которую давали насекомые, птицы и различные животные в результате своей жизнедеятельности. Человек испытывал колоссальное удовольствие. Он сразу же снял с себя шлем путём нажатия на кнопку, расположенную на его скафандре. Шлем — это была тонкая-тонкая оболочка, едва заметная, которая составляла 0,14 мм толщину, и чем-то была похожа на стекло, но в десятки тысяч раз прочнее, чем стекло, и выдерживала колоссальный урон, и даже метеорит, который бы врезался в это стекло, раскололся бы и не причинил никакого вреда космодавту. Человек прикасался к траве, к деревьям, которые были абсолютно безопасны и просканированы искусственным интеллектом космического средства, где был человек. Он наслаждался воздухом, он пил воду из ручья, которая по химическому составу полностью совпадала с земной, но только была в разы чище, и это был, наверное, самый настоящий рай. И человек для себя назвал эту планету райской, за исключением того, что Солнце, которое находилось в небе, было чуть-чуть по размерам меньше, чем земное Солнце, да и сама планета в диаметре была меньшего размера, чем планета, с которой прибыл путешественник Максим Елагин. Человек наслаждался жизнью на этой планете, он сделал из палок с помощью специального терраморфного робота, сделал себе из палок и земли палатку, в которой он проживал. Он готовил еду из плодов, которые располагались на деревьях, эти плоды, и некоторые чем-то напоминали по вкусу мяса земных животных, чем-то напоминали грушу, яблоко, банан, но было очень странно, что все плоды были круглой формы, и похожи были на яблоки, хотя вкус был разный и цвет тоже. Один из плодов был ярко изумрудного цвета, как драгоценный камень изумруд, который находили в шахтах земли. Этот плод по вкусу напоминал сочное яблоко, и больше всего нравился человеку. Именно такими плодами и питался человек. В этих плодах было все нужное для организма, и можно было оставаться на планете, в принципе, до конца жизни, и хватило бы плодов для того, чтобы прожить здесь до глубокой старости. Человек уже подумывал над этим. Максим серьезно задумался над тем, чтобы остаться в этой палатке, ведь никаких опасных животных, искусственный интеллект и эхолокация корабля не обнаружила только форма жизни, которая располагалась в глубине джунглей примерно в 14 километрах от места высадки и от места, где построил палатку. Космический странник. Человек решил выдвинуться. В это место на корабле было устройство для перемещения в виде паука с кабиной стеклянной. Стекло толщиной было 0,14 сантиметра, но это стекло назвать было нельзя. Это был материал, который был прочнее стекла. Это примерно такой же по прочности материал, который был на маске путешественника космического, но все же был еще прочнее, в несколько десятков раз. Также на этом пауке были установлены автономные оборонительные системы, которыми без ведома космонавта управлял искусственный интеллект. И эти оборонительные устройства могли защитить пилота данного тераморфного устройства, которое перемещалось и могло рыть ямы и устанавливать палатки в любом месте планеты. И человек перемещался внутри этого устройства, наслаждаясь красотами планеты и к той жизненной форме, которая была обнаружена путем эхолокации. Человек задумывался остаться на этой планете, она ему очень нравилась, он назвал ее для себя настоящим раем, он хотел найти себе на планете Земля жену и переехать на эту планету, на постоянное место жительства, и власти Земли никак не препятствовали таким перемещениям в пространстве. Человек двигался с использованием паука не так быстро, как хотелось бы, потому что густая растительность планеты препятствовала перемещению этого устройства паукообразного. Устройство, по сути, было чем-то вроде автомобиля, но отличалось тем, что могло перемещаться как по деревьям, так и по земле, так и под водой. Лапки этого устройства складывались, появлялись пропеллеры, и можно было перемещаться даже под водой. Именно под водой пришлось переместиться человеку, потому что от цели его отделял достаточно глубокий и большой водоем, примерно около полутора километров в длину, поэтому пришлось перейти в режим водоплавания, так как объезжать водоем человек не желал. Перейдя в водоплавающий режим, человек удивился невероятной красоте рыбообразных организмов, которые были под водой, водорослям с всяким светящимся различным живым существом, которые находились в толще этой воды. И также попался человеку организм, чем-то похожий на электрического ската, который разрядами мог уничтожить некоторые системы корабля. Настолько мощные были разряды, поэтому оборонительная система сработала ловко, и данный вид жизни был помещен в специальную сверхпрочную сетку и отброшен от корабля, после чего сетка сложилась в виде капсулы и вернулась назад на корабль. Человек проголодался, и пока он находился под водой, он принял специальную питательную капсулу, которая была в виде таблетки примерно диаметром с половину мизинца взрослого мужчины. Ее было тяжело проглотить, поэтому нужно было большое количество воды, но именно в этой таблетке находились все нужные вещества, аминокислоты, протеины, казеины и различный комплекс витаминов и питательных веществ, минералов, которые человек, принимая, не нуждался ни в пище, ни в воде и мог без труда находиться в течение 12 часов без надобности принимать данную таблетку. Эти таблетки были не очень дорогостоящие, так как более дорогостоящие таблетки позволяли человеку находиться без надобности приема пищи и воды в течение 48 часов, а еще более дорогие таблетки, питательные капсулы, они позволяли человеку находиться трое суток без приема пищи и воды, так как это был микрогенератор, который вырабатывал с помощью различных микроустройств концентрированную пищу и воду. Человек принял эту таблетку, так как на более дорогие у него не хватало денег, он довольствовался тем, что у него есть. Наконец он преодолел данный водоем и приблизился к тому месту, которому хотел. Он вышел из паукообразного транспортного средства, которое уже перешло из водного режима в режим суши, и начал приближаться к тому месту, которое он хотел. Человек увидел какое-то неясное свечение, свет был очень-очень ярким, и человек, приближаясь к этому свечению, понимал, что все ярче и ярче свет, и после чего человеку пришлось одеть шлем путем нажатия кнопки на скафандре, шлем опустился, и специальные нано-боты снизили яркость входящего света. И когда яркость была снижена, человек увидел, что свечение это в форме силуэта человека, с руками, ногами и головой. И неужели это какая-то неясная гуманоидная форма жизни? И человек обратился и сразу же включил запись, скомандовав искусственному интеллекту тихой голосовой командой. Запись. Запись была активирована, и человек записывал все, что происходит, приближаясь к неясному человекоподобному светящемуся силуэту. Силуэт шевельнулся и пошел в сторону человека. Человек остановился, и на костюме сразу же были активированы боевые системы под управлением искусственного интеллекта, которые могли защитить от любой опасности прибывшего на неизвестную планету космонавта. «Что тебе здесь нужно?» Обратился неизвестный светящийся человекоподобный инопланетянин к человеку. Человек сказал, «Ты владеешь моим языком?» «Я владею многими языками. Кто же ты такой?» Сказал человек. «Я житель этой планеты. Это понятно. Ты похож на человека. Я и есть человек?» Сказал неясный белый силуэт. «Человек? А где же тогда твое лицо, волосы, уши, глаза? Ты их просто не видишь из-за яркого свечения», сказал непонятный инопланетянин. «Как же ты можешь быть человеком, если всё твое тело светится, и ты живёшь на этой планете? Как ты сюда попал?» Я попал сюда очень давно. Это когда же? В 2027 году, когда был изобретён первый корабль, который помог мне переместиться сюда. В 2027? Разве корабли не были изобретены в 2041? Нет, в 2027 я был одним из богатейших людей нашей планеты. Когда войны закончились, и мы объединились, и начали создавать межпланетные космические корабли, я был первым, кто поправился на исследованную через телескоп планету. «Да, телескопы начали создавать в 2025-м», размышлял вслух Максим. «Тогда что же с тобой произошло? Почему ты весь светишься?» «Свечусь я потому, что потребил в пищу плод, который сделал меня таким». «Каким таким?» «Светящимся». «И что же?» Сказал Максим. «Какие ещё у тебя есть способности?» «Да так, никаких, я просто хожу и свечусь, как факел». «Надо же!» Усмехнулся Максим. «Интересно, а как тебя зовут?» «Егор». «Егор?» «Ты что, из стран русскоязычных?» «Да?» «Меня зовут Егор, фамилия Паташов, отчество Максимович, надо же!» «А меня зовут Максим Лелагин, а как твое отчество?» «Алексеевич», — сказал Максим. «Понятно, приятно познакомиться». Егор протянул свою светящуюся руку Максиму, Максим с удовольствием её пожал. «Есть ли здесь другие люди?» «Нет, я живу здесь один». «Понятно», — сказал Максим. «А почему ты выбрал именно эту планету?» «Она мне понравилась, я посмотрел на природу этой планеты, и мне очень понравилось здесь жить». «А чем же ты питаешься?» «Сказал Максим. «Только плодами». «Да, плодами, ещё я хочу на животных». «На каких ещё животных, удивлённо?» «Спросил Максим. «Которые здесь водятся?» «Здесь есть животные, похожие на кабанов, но только отличают их от кабанов больший размер и огромное количество рогов. «И как же ты их ловишь?» «Я обстреливаю их с помощью лука», — спокойно проговорил Егор. «Да, интересно, что ты выбрал здесь жить. Но, скажем так, не совсем по своей воле я здесь живу. Хоть я и счастлив на этой планете, но он не одинок. Почему же не по своей воле?» «Спросил Максим. Дело в том, что топлива на моём корабле хватало только в один конец. Но всё же я рискнул переместиться сюда и решил, если захочу полететь обратно, то по инерции долечу до Земли примерно за полтора года. И моих питательных капсул хватало на один год и восемь месяцев. Но всё же мне эта затея показалась слегка рискованной, поэтому я всё никак не решусь улететь из планеты. «И сколько же ты здесь находишься?» «Да несколько лет», — сказал Егор. «Вот и живу здесь. Правда, имеется тут небольшая опасность на планете, которая даже в этом тропическом раю представляет особую угрозу. И что же это за опасность?» — спросил Максим. «Я с помощью своего паукообразного робота могу легко с этой опасностью разделаться?» «Боюсь, нет». «Ну, не знаю», — сказал Максим. «Мой паукообразный бот сможет без труда разорвать на клочке любого врага, но не разорвёт газ. Газовое облако, которое выходит из кратера местного вулкана, постоянно перемещается то туда, то сюда». «Что ж», — сказал Максим, «никаких проблем. Я просто дам тебе запасной скафандр, ты оденешь его и таким образом сможешь защититься от газа. А если ты не захочешь оставаться жить на этой планете, то я смогу забрать себя с собой. Только, к сожалению, нам придётся идти до моего корабля пешком, если я не ошибаюсь, километров 14. И на пауке мы сможем только верхом поехать, но это будет не совсем удобно, хоть он и меняет форму. Под два сидения в кабину мы забраться не сможем, но так как здесь газ, «Я рекомендую тебе взять скафандр и вместе с моим паучком обойти этот водоём». Максим махнул рукой в сторону воды, которую он преодолел внутри паука. «И мы можем пойти на мой корабль, как раз он двухместный, и прилетим назад на землю». Егор тяжело вздохнул. «Ха-х, не знаю, хочу ли я из этого рая возвращаться на землю? Там ничего не поменялось, люди не перессорились». «Нет, всё нормально», — сказал Максим. «Слава богу, верующих людей на земле стало больше, и они живут в мире». «Это хорошо, очень хорошо», — сказал Егор. «Может, ты погостишь у меня пару дней, а потом дашь мне какое-нибудь устройство связи, потому что батарейки на моём корабле уже почти сели, так как находится корабль в автономном режиме, и я обмениваюсь данными и новостями с земли примерно раз в три месяца, и поэтому батареи мои уже подсели». «Ну что ж, я дам тебе коммуникатор, его заряда хватит примерно на лет пять, но я не думаю, что ты будешь здесь находиться столько». «Да», — сказал Егор, — «действительно, столько находиться я здесь, наверное, всё же не смогу. Захочется вернуться на землю. Ну, что ж, приятель, давай я тебе покажу, где я живу». «С удовольствием», — сказал Максим. «И познакомившиеся только что люди отправились на северо-восток от озера, которое преодолел Максим внутри своего транспортного средства. Максим был весьма удивлён, увидев отличный дом, сложенный из обработанных брёвен. Внутри дома были столы и стулья. Такое чувство, что этот Егор жил в этом доме не один. Но всё же некая интуиция подсказывала Максиму, что большой дом был построен просто от нечего делать этим самым Егором. И Максим всё-таки не сдержался и задал вопрос, «Почему твой дом такой огромный для одного человека?» «Я планировал, что кто-нибудь сюда запретёт». «Вот видишь, интуиция меня не подвела», — усмехнулся Егор. «Да», — ответил смешком Максим. «Действительно, и табуреток здесь достаточно». «А как же ты всё это построил?» «С помощью вот этого» — Егор щёлкнул пальцами. И тут же появился летающий достаточно большой робот, примерно размером с голову коня, и по форме он чем-то тоже напоминал голову лошади. Робот этот обладал шестью конечностями-манипуляторами, которые раскладывались и трансформировались под различные предметы. Робот был под управлением искусственного интеллекта, как объяснил Егор Максиму, и именно с помощью этого робота и был построен дом примерно в течение шести часов. Робот его строил и огораживал территорию для фундамента, возводил эти брёвна, обрабатывал их. В общем, робот строил достаточно быстро, но не так быстро, как строительный бот, который привёз с собой Максим Елагин. Его строительный бот построил бы примерно такое здание за часа полтора. Но он был и большего размера, и количество конечностей составляло 12 штук, в отличие от шести конечностей робота Егора. Робота, которым владел Егор. Да, неплохо здесь у тебя, уютно. Вновь познакомившиеся люди сдружились буквально за несколько часов, они общались и рассказывали друг другу о том, кто откуда приехал, и как-то Максим заметил, что Егор грустил, и явно, когда речь заходила о земле, о том, что сейчас на земле произрастает, о том, что на океанах построили больше плавучих городов, Егор постоянно вздыхал как-то с тоской, и Максим спросил, почему же ты не возвращаешься. Ведь я могу тебя забрать, ты грустишь. Да, я хочу вернуться, но и по этой планете тоже буду скучать. Да и дела у меня там есть, сказал Егор. Это какие же? Посмотрел Максим на лицо Егора, но особых черт там не различил. Глаза, нос и рот было очень тяжело различить из-за яркого свечения. Подожди, сказал Максим. Я очень плохо вижу твое лицо, сейчас настрою яркость на своих визорах, для того, чтобы получше тебя рассмотреть. Постой, сказал Егор, выставив руку вперед. Это очень хорошо, что ты меня не видишь. Это почему же, сказал Максим, слегка напрягшись. Потому что я не рассказал тебе кое-что. И что же? На земле меня разыскивают. За что? Удивленно расширил глаза Максим. Меня разыскивают за убийство, я был последним. Кто совершил на земле убийство? Это что ж такое за убийство ты совершил? И почему? Ведь мы примирились в 2024 окончательно. Да, но все же, я совершил убийство. Это было нужно. И что же это было за убийство? Я убил особо опасного преступника, который был осужден. Он был страшным маньяком. И я знал, что никакой тюремный срок и никакая коррекция мозговой деятельности не сделает его нормальным. И я не хотел, чтобы после того, как он выйдет из места заключения, он убил бы еще кого-то. В общем, я прикончил его. Да, дела, сказал Максим. Вообще-то это страшное преступление. Да, страшное. И именно за это преступление меня и хотели осудить. Но я на все оставшиеся деньги сделал закупку. И пока еще находился под подпиской о невыезде, купил корабль и самовольно покинул пределы нашей планеты. И как же это возможно? Неужели тебя никто не преследовал? Да, меня не преследовали, потому что я связался с одним ученым, который создал специальный фильтр, позволяющий покрыть мой корабль определенным составом, который на тот момент локаторы не могли уловить. Ну, а на таком большом расстоянии от Земли меня никто искать не станет. Да, в принципе, никто даже и не знает, где. Потому что фильтр этот до сих пор стоит на моем корабле и с минимальным потреблением энергии он скрывает, фильтр этот скрывает мой корабль от локаторов, с помощью которых меня ищут на Земле. Да, удивил ты меня, братец, сказал Максим. Вот именно. И как же ты убил этого человека? Голыми руками. Я мастер боевых искусств. Да как же такое возможно? Еще больше удивился Максим. Ведь боевые искусства были запрещены на Земле. Как ты и смог их изучить? У меня была старая книга, которая называлась «Школа Дарумарю. Искусство потерянного следа». Я изучил ее, получил аттестацию до первого дана, а потом изученные приемы сам модифицировал и изучал боевые искусства в тайне. Дома. А как же искусственный интеллект? Как он мне определил тебя? Я под своим домом выкопал яму в подвале. Именно туда я уходил. Искусственный интеллект посчитал, что я не представляю никакой опасности, потому что я в эту яму спускался только с лопатой. И копал коридор. И искусственному интеллекту я поведал о том, что просто хочу выкопать в подвал. А детекторы лжи, которые были установлены на моем индивидуальном искусственном интеллекте, не уловили никакой лжи, потому что я действительно копал всего лишь подвал. А когда искусственный интеллект спрашивал, с какой целью я его копаю, я сказал, что собираюсь уединяться в подвале. И это тоже было правда. Искусственный интеллект спросил, хочешь ли ты навредить кому-то. Я сказал, что я никому не хочу вредить. И на тот момент я не собирался это делать. Я просто хотел изучить боевое искусство, потому что с детства мечтал об этом, еще когда они были разрешены. Но после изучения боевых искусств я выследил этого маньяка, который его должны были отправить в места заключения. И я, обойдя роботов, которые его охраняли, нанес ему смертельный удар, который назывался диммак. Это был удар от срочной смерти. После нанесения этого удара маньяк умер спустя три дня. Вот именно так я его и прикончил. Если бы можно было вернуть время назад, я бы вернул. Я очень много молился и разгаивался в своем грехе, но все же струсил и сбежал, потому что боялся, что меня осудят. Да. Тебя бы осудили. Самое малое на 15 лет, а может быть, тебе бы сделали коррекцию разума. Да. Если бы мне сделали коррекцию разума, я не знаю, остался ли бы я с собой. Нет, тебя бы просто лишили определенных воспоминаний и боевых навыков, сказал Максим. Да, но все же. Все годы, когда я был на земле, коррекция разума представляла некоторую опасность, и человек мог получить блокировку некоторых воспоминаний, поэтому я не хотел на это идти. Да, в принципе, тебя можно понять, сказал Максим. Ты все еще опасен? Ты владеешь боевыми искусствами? Ты можешь напасть на меня? Сказал Максим, слегка улыбаясь. Ты меня разыгрываешь, ведь ты находишься в сверхсовременном скафандре, я даже не смогу убить тебя. Знаешь, а я его ни разу не проверял, оживился Максим. Попробуй легонько шлепнуть меня по голове. Ты серьезно? Усмехнулся Егор. Да, давай, проверим, как работает защитное устройство. Егор протянул руку и попытался ударить по уху, по левому уху своего собеседника. Тут же шлем со щелчком автоматически закрылся и раздался шлепок ладони о тончайшее защитное стекло скафандра. Ха-ха, засмеялся Максим. Работает на ура, да. Посмеялся Егор. Действительно, срабатывает. Знаешь, я уже никого не хочу трогать, тем более, что сейчас на земле, наверное, мир и нет никаких преступлений, да? Оживленно сказал Максим. Преступлений нет уже 11 лет. Был, правда, инцидент 7 лет назад? Какой же? Озабоченно спросил Егор. Одна девочка заплакала. Этот инцидент показали по всем новостям и из-за ее плача была создана специальная группа из шести психологов, которые выяснили, почему она заплакала. Она увидела на улице мусор, который валялся вне видимости роботов. И это расстроило девочку, так как она ни разу такого в своей жизни не видела. И эта мусорная бумажка, которую выдула ветром из роботосборщика, улетела и расстроила девочку. Но все обошлось. Надо же, какие у вас интересные проблемы. Искренне засмеялся Егор. Девочка заплакала на улице из-за мусоринки какой-то. И вы сделали из этого целое событие. Да? Удивленно сказал Максим. А что же еще могло быть? Да я думал совсем о другом. Потер подбородок. Егор, ладно. Поздно уже. Давай-ка приляжем поспать. Я проведу тебя на свою кровать. Сказал Егор. Максим сказал. Не сочти за недоверие. Но все же. Я нахожусь человеком, который владеет восточными единоборствами. И поэтому я не буду снимать костюм, находясь в постели. Но ты хотя бы деактивируй его, чтобы удобнее было спать. И сложи за спиной. Да, конечно. Сказал Максим. Но снимать я полностью его не стану. Понимаю тебя. Но ты ведь наверняка уже просканировал меня своим искусственным интеллектом и знаешь о моих намерениях. Да, я знаю, что с твоей стороны нету никаких враждебных намерений. Но все же. Когда-то ты сумел обмануть искусственный интеллект. Сказал Максим. Да, действительно. Ответил ему Егор. Но ведь фактически я его не обманывал и говорил правду. Да. Но ты сумел скрыть от искусственного интеллекта изучение боевых искусств. Да, было такое. Тяжело вздохнул Егор. Я теперь очень жалею об этом. Уж и единоборства эти мне не нужны. Сказал Егор. Максим ответил Давай-ка утром подумаем что можно сделать и как быть в этой ситуации. Хорошо ответил ему Егор. И вновь обретенные друг другом друзья легли спать. Как говорится утро вечера мудренее. Уж и единоборства. Уж и единоборства. Уж и единоборствы.